Владимир Путин сегодня встретился с главным эндокринологом Минздрава России, академик Иван Дедов, ученый с мировым именем и глава профильного национального центра. Дедов рассказал президенту о новейших отечественных методах лечения и диагностике не только сахарного диабета, но и серьезных аутоиммунных заболеваний. С подробностями Юлия Онищенко. Сейчас самочувствие хорошее у вас? Очень хорошее. Я до сих пор еще третий день не могу отойти, что у меня не болит нога и что я могу ходить. Это самое главное для женщины. Обычная травма ноги для Валентины Викторовны чуть не обернулась трагедией. У нее сахарный диабет, поэтому любая царапина может привести к гангрене и даже ампутации. В институте эндокринологии выполняют уникальные операции. Восстанавливают кровоток в разрушенных болезнях сосудах. Здесь вообще переворачивают представление не только о лечении сахарного диабета, но и о причинах его возникновения. Впервые академик Дедов на встрече с президентом рассказал о новейшей теории развития аутоиммунных заболеваний, к которым относятся не только диабет, но и другие эндокринные патологии. Мы с вами давно уже договаривались увидеть, чтобы вы смогли рассказать о работе центра. Я пришел действительно, так сказать, порадовать вас и порадоваться вместе. Мы пришли к выводу, что главной причиной является несостоятельность железы. Ситуация складывается тогда, когда бета-клетки функционально не могут обеспечить очень интенсивно работающий мозг. В этом случае в работу включаются клетки иммунной системы. Равновесие нарушается, происходит сбой и Т-келлеры разрушают поджелудочную железу. При этом сахар не перерабатывается, накапливается в организме, развивается диабет. Люди начинают испытывать сильную жажду, слабость, истощение. До эры создания искусственного инсулина, жизнь таких больных превращалась в пытку. Я распоказываю о том, что как Фредерик Бантинг, это первым, кто спас первого ребенка сто лет тому назад, спас Леонарда Томпсона, введя ему впервые инсулин, полученный из поджелудочной железы телят. Сегодня, конечно, так сказать, это фантастический, конечно, шаг в это время. Ребята имеют сенсор под кожей, который каждую секунду на смартфон посылает родителям кого-то. И маленькая помпочка, там сенсор стоит, и такая маленькая-маленькая помпочка. Диабету Даши уже 4 года. Говорит, сахар всегда под контролем. Ты как сахар меряешь, как вводишь инсулин? У тебя для этого какие-то устройства есть? Ну, помпа не комит. А ты можешь показать помпу? Специальная программа помогает ввести точную дозу гормона. Инсулиновая помпа работает автоматически. Устройство меньше мобильного телефона, легкое, стильное, простое в использовании. Для многих это возможность полноценно жить. Пока ученые во всем мире пытаются найти универсальное лекарство от диабета. Мы, конечно, категорически выступаем против того, что сегодня американцы предлагают. Американцы предлагают сегодня заблокировать иммунную систему. Поскольку иммунная система может в экстремальных ситуациях добиваться, так сказать, когда инсулины не хватает. То есть западные ученые предлагают заблокировать клетки, разрушающие поджелудочную железу. При этом они же и защищают организм от вирусов и бактерий. А значит, ребенок может не перенести, скажем, банальный грипп или ветрянку. Иммунитет не справится. И все же исследования продолжаются, ведь лекарства от тяжелого недуга сегодня остро необходимы, как детям, так и взрослым. Центр как развивается? А центр развивается? Административно. Административно. Я знаю, что вот сейчас средства выделены дополнительные, да, как мы и договорились раньше. Но они вот после экспертиз только сейчас вот появляются средства на то, чтобы осуществить средства корпуса, да? Спасибо большое. Знаете, там немного, у меня есть предложение, так сказать, как, потому что там немножко застопорилось, потому что, так сказать, там поручение. Нет, нет, нет. У меня докладовала Татьяна Алексеевна. Сейчас вот средства по первому поручению, они выделены. Там экспертиза долго продолжалась, но они сейчас вот есть. Ну, сейчас поговорим. В России примерно 5 миллионов человек знают о своем диагнозе. Еще столько же не подозревают, что живут с сахарным диабетом. Ведь осложнения развиваются не сразу. Годами болезнь протекает бессимптомно и приводит к тяжелым последствиям. Поэтому медики напоминают о важности ежегодной диспансеризации. Юлия Анищенко, Зульфия Хакимова, Павел Рудаков, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok